Привет, зритель! Помнишь, совсем недавно я сотрудничала с интернет-магазином MyIndia? Это замечательный магазин, находящийся в Индии и продающий аюрведические товары. И вот сегодня у нас будет еще один обзор из этого магазина. Кстати, у магазина теперь есть небольшой склад в Москве, и вот именно из Москвы мне пришла эта посылочка, и у них случилась интеграция. Точнее, они получили лицензию на продажу одного замечательного средства в, не поверишь, зритель, магазине Whiteberries. Да-да, в том самом Whiteberries, который как бы русский магазин, где я периодически делаю заказы, и иногда их даже обозреваю, по большей части. В общем, что же тут у нас, зритель, не поверишь, это Кайлаш Дживан. Аж, похоже, две коробочки. И он очень хорошо запечатан в пупырчатую пленку. Что такое Кайлаш Дживан? Знаешь, зритель, может быть, ты тоже в танке, как я до недавнего времени? Я вот совсем недавно про это узнала, ну, как бы я слышала, что-то такое читала, но не всегда особо вдавалась подробности, а тут даже меня заинтересовало, что же это такое. А это очень универсальное средство, его можно и пожевать, ну, в смысле, заглотить. И внутрь положить тебя, зритель, организма, и наружу помазать. Оно помогает и от ожогов. Вот у меня у подруги как раз такая проблема, я думаю, что ей очень бы в своё время он помог, если бы мы с ней про него узнали пораньше. И да, его изобрели в Индии, это Айурведа, вот тут целых две коробочки, одна побольше, другая поменьше. Я знаю, что он ещё встречается в тюбичках. Кайлаж Дживан, противовоспалительный крем. Тут 30 грамм, а тут 60. Смотри, здесь как бы на английском, а ещё на санскрите, а ещё с картинками для тех, кто не знает ни то, ни другое. Ну, мало ли, вот я думаю на себе протезию как раз сегодня. Потому что он помогает от натоптышей, от трещин на пяток. У меня не то, чтобы натоптышей, у меня какая-то очень странная мозоль. Я её приобрела в своих кроссовках, которые с моими ногами уже светлее знакомы. Вот, смотри, зритель, картиночка. Вот тебе картиночка, а у меня другая картиночка. Оно помогает при бессоннице, оно помогает при возможных всяких разных болей, в том числе и мигрене. Оно помогает даже при геморрое, если вдруг у тебя, зритель, такое счастье, ну, несчастье, конечно, есть. При всяких ссадинках, прыщичках. Вот тут как раз не только солнечный ожог, но и ожог, если вот, ну, случилось, что на огонь вы упали, мало ли. И от кактусов. Вот, я, кстати, читала в интернете отзывы по поводу кактусов. Ну, типа, вот кактус и такое странное отношение. Знаете, у меня на той квартире был кактус. Однажды я его полила, и очень неудачно так получилось, что я задела пальцем об этой кактус. У меня очень много иголочек, палец воткнулось. И я, когда своей тёте сказала, говорю, знаешь, такая ситуация. Она очень обеспокоилась, и вот мне пришлось это всё дезинфицировать. Это с виду кактус такой безобидный просто, колючий. Если бы у меня под рукой вот это средство было, я думаю, весь процесс бы прошёл намного быстрее. Создан он у нас вот этот бочоночек. Я не знаю, пока ещё бочоночек лет, потому что я ещё при вас не вскрывала. 10 октября этого года и до сентября 23 года он живёт. Практически 3 года без месяца. 2 года и 11 месяцев. Это тоже довольно недавно. В смысле, слушайте, зрители, у них номер 718 и 719. Оба с октября этого года и оба до сентября 23 года будут жить. Тут очень натуральный состав. Но вообще-то июрведическая масса. Я так поняла, что все средства июрведические, индийские, ну или большинство средств июрведические, вообще такие универсальные. И ещё я поняла одну вещь, аюрведические средства могут очень сильно продлить жизнь людям. Ну и вообще, как бы, я считаю, что люди по своей сути ленивые. Есть вещи, которые если не запускать, то вполне можно лишить с помощью аюрведической медицины. Ну и вообще с травмами и так далее. Я тут коробочку открыла. Тут гора у нас. Кайла с Дживан. С горой. Так. Кстати, там есть инструкция по применению. Мне кажется, она даже по-русски. Ну тут вот натоптышей, внутрь. Лицо помазать, руку помазать. От отжогов, от кактусов. Он зафольгирован. Я попытаюсь пальцем это проткнуть. Специфический, однако, запах. Знаешь, зритель, если ты не очень любишь вот все эти... На ножичек упало. Я сейчас как раз помажу один прыжечек. Как бы лечебные мазки, то потерпи немножко. Ради того, чтобы залечить самого себя. Мне напоминает какой-то крем. Вот такой подобный называют со змеиным ядом. Там что-то помазать. Вот у меня бабушка в свое время ноги мазала. Там еще что-то. Я вот сейчас при тебе, зритель, помажу немножко пяточку. Потому что у меня тут на этой слюде, скажем так, немножко кремика. Он такой мягкой консистенции. Смотри-ка. Сейчас я это все сниму. Вторую я уж не буду открывать. Зрите, ладно? Мы одной обойдемся с тобой. Я просто покажу тебе и то, и другое. В общем, легко берется. Я сейчас свой пальчик помажу. Он сам по себе жирный. И в составе у него всевозможные натуральные компоненты. В том числе масла и масло кокоса, насколько помню. Но у нас тут есть даже информация на коробочке. Я за ударение не ручаюсь, потому что не все задзывания для меня растений знакомы. Тут у нас шарея, мощная, нимтальк, коршуран, свинорой, пальчатый, канатник, теофраста, камфора, эфирное масло, сандала, кокосовое масло и гидроэксид кальция. Все супер натуральное. И инструкция по применению. Кайлаш G1. Противовоспалительный крем. Показания, ощущение жжения в глазах. Усталость глаз, покраснение, напряжение глаз. Боль в ушах. Бессонница, мигрень, чрезмерное физическое напряжение. Трещины на пятках, раздражение кожи, фурункулы. Трегущий лишай, бородавки, укусы насекомых, обморожение. Дерматоз, зуд, потница, запор. Диарея, геморрой, раны, порезы, нейропатическая боль, ожоги, солнечный ожог. Заживление шрамов, ушибы, растяжение, люмбага, пиарея. Боль в малярах, боль в горле, томатит, гингивит и кашель. Особенности противовоспалительные, антибактериальные, антисептические, омолаживающие, регенерирующие, очищающие, обезболивающие, успокаивающие и кровоостанавливающие. Энергетические особенности. Поддерживает баланс трех дождь. Применение. При ощущении жжения в глазах промокнуть ватку или диск кремом. Равноверным слоем нанести навеки. При болях в ушах промокнуть ватку или диск кремом. Поместить в ушную раковину. При бессоннице и боли в голове массажными движениями втирать в область песков темени. При трещинах на пятках наносить два раза в день. На пораженный участок не втирать, так как крем быстро впитывается. При кожных заболеваниях наносить на предварительно очищенную кожу. Не втирать. При геморрое смешать одну чайную ложку крема с молотым сахаром. Наносить на пораженный участок кожи два-три раза в день. При ранах и порезах незамедлительно наносить крем на пораженный участок. При ожогах наносить крем на пораженный участок. При дельтинном использовании способствует заживлению шрамов и устранению следов от ожогов. При ушибах, растяжениях или мбага применять компрессы с этим средством на пораженный участок. Одеться в теплую одежду. При стоматологических заболеваниях наносить на десны, либо на язык ватным тампоном. Дозировка для внутреннего применения взрослым принимать по одной чайной ложке, это 6-8 грамм. Детям с 4 до 12 лет принимать по половинке чайной ложки, это 3-4 грамма. Меры предосторожности. Индивидуальная непереносимость отдельных компонентов. Воздержаться от употребления растительного масла, жирной и жареной пищи во время применения средства. И адрес производства Индия, импортер Джон Молли. Внимание, крем является 100% натуральным продуктом, отделение воды от основы которого является естественным процессом, возникающим при транспортировке. Ну и давайте откроем вторую баночку. Напомню ещё раз, это у нас Кайлас Дживан. Вот она тоже зафольгирована, но я её сейчас открывать не буду, да. Я думаю, мы с вами поняли, что 30 грамм, что 60 грамм. И мне кажется, это очень экономичное средство. Вот, ну даже так, совсем чуть-чуть надо. Хорошо. Давайте вот эксперимента ради. У меня костяшки на руках снова сохнут. Стабильно. Происходит такое зимой, осенью. Ну и ещё иногда от того, что я забываю использовать перчатки, когда мою посуду. Так что, люди, если вдруг у вас какие-то проблемы с кожей, и не только с кожей, и вы при этом пытаетесь избегать общения с химическими таблетками, я вот, допустим, давно уже очень крайне редко использую какие-то обезболивающие, очень-очень крайне редко стараюсь пользоваться эфирными маслами или какими-то мазями, то я советую вот это вам приобретение, оно совершенно бюджетно, мне кажется, стоит для такой вот штуки универсальной. И, соответственно, ссылки будут на сам сайт и на это средство в инфобоксе. Спасибо, Ма Индии, за предоставленную возможность протестировать и вообще обозреть вот это счастье, в руках подержать. Спасибо вам, если досмотрели этот ролик до конца. Всем желаю крепкого здоровья, хорошего настроения. У меня даже есть ещё маленькая ранка, я сейчас вспомнила. Я решила её тоже сейчас помалывать. И, если что, приобретайте себе такое средство. К тому же, теперь есть возможность приобрести его не только в Индии и ждать, допустим, 3-4 недели, пока оно до вас залетит до России. Ну и на Вайтберрис. Всем пока. Не забудь поставить палец кверху.